Здравствуйте! Это День недели. Сегодня, наверное, самый холодный вторник в уходящем году и валенки, самая подходящая обувь на сегодняшний день. Меня зовут Ирина Арефьева. В ближайшие полчаса о том, что интересного произошло в Уральском федеральном округе. Пить или не пить после массового отравления боярышникам в регионах проходят рейды. Может ли ситуация в Иркутске повторится на Урале? Обсудим с гостем дня. У кого холоднее аномальные морозы во всех регионах Уральского федерального округа, а для кого-то минус 30 повод искупаться. Их служба точно не видна. Сегодня профессиональный праздник у сотрудников ФСБ. Уральских чекистов поздравил полпредпрезидента Игорь Халманских. На чемпионат России по фигурному контанию стартует в Челябинске, Лепницкое не приедет, зато будет Ковтуна и Медведева. И новости экономики, чего россияне хотят получить на Новый год и насколько подешевеют госуслуги. 54 погибших. Это последние данные из Иркутска. Там продолжается расследование массового отравления суррогатом. Как выяснилось, погибшие пили не только настойку боярышника, в которой содержался смертельный метанол, но и паленую водку. И сейчас в регионах по всей стране проходят рейды. В Кургане уже накрыли склад суррогатом. А во Викторинбурге нашли целое производство паленой водки. Сюжет Юлии Першиной. Вот в этом шкафу хранятся спиртосодержащие настойки, которые требуют настойку боярышника. Вот настойка пустырника, настойка перца водяного, вала сердин, вала гордин. Работники аптеки показывают богатый ассортимент спиртосодержащих настоек. Выставлять их на витрины по приказу Минздрава запрещено. Но и без дополнительной рекламы настойка боярышника, товар ходовой. Не останавливают даже строгие ограничения. Без рецепта отпускается не больше одного флакона на руки. Я не могу сказать ничего про частные аптеки. А по муниципальным могу сказать твердо. Приказы выполняются, приказ достаточно жесткий. Не секрет, что жесткий приказ Минздрава не писан многим аптекам. Мы решили провести эксперимент и отправили нашего оператора купить без рецепта несколько бутылочек боярышника. В первой аптеке ему отказали, но во второй оказались не столь принципиальны. Продавец аптеки даже не интересуется, зачем молодому человеку столько знаменитой боярки. Хотя о проблеме аптечного алкоголизма сегодня говорят, пожалуй, по всей стране. В Иркутске от отравления боярышником погибли уже больше полусотни человек. Выяснилось, что жидкость, которую они пили, содержала метанол, и она разливалась нелегально. Подобное производство, впрочем, есть и в Екатеринбурге. В этот нелегальный цех полицейские нагрянули ранним утром и застали за работой несколько граждан Таджикистана. Они не говорят по-русски, зато, кажется, хорошо освоили технологию производства финской водки. Сомнительную жидкость разливают по бутылкам, здесь же наклеивают этикетки и акцизные марки. На ней присутствуют признаки подделки и контрафакта. После этого на бутылку наносится вот такой акциз, и все. И вроде бы как это водка, которая помещается в коробку, и потом уходит на продажу в магазины, в киоски. И заливаю бочок. Там, то есть разливаете и заливаете, да? А процедуру как это делать, кто-то вам сказал? Мне сказали, откуда я сдал. Ну вы-то знаете, как готовят спирт? Я не знаю, мне сказали, 20 коробок заливаете. Так, 20 коробок спирта залит? Да, остальные вода. Пили сами, нет? Сами не пришлось. Не пришлось? Не менее богатым оказался улов полицейских и в Кургане. В одном из складских помещений они обнаружили десятки тысяч бутылок водки и виски с поддельными акцизными марками. Возбуждено уголовное дело. Общественники опасаются, что в преддверии праздников таких находок будет все больше и больше. Скорее всего, повысится спрос и на знаменитую боярку. Юлия Першина, Денис Уразбахтин. День недели. К всеми нелегального алкоголя и отравления боярышника мы еще вернемся. Поговорим с гостем дня. Ну а сейчас погода. Аномальные морозы пришли во все регионы Уральского федерального округа. И вот как выглядит карта холодно. Холоднее всего на Ямале. Там столбик термометра опустился до минус 57 градусов. В Югре оказалось чуть теплее. Самые низкие температуры были зафиксированы в Нижневартовске. Минус 48. На севере Свердловской области похолодало до минус 40. В Курганской, Челябинской и Тюменской властях минус 33 градуса. Ну вот такая зима. Не обошлось без происшествий в Викторинбурге. Сегодня лютых морозов не выдержала теплотрасса. Без отопления остались десятки домов и детский сад. Аварию обещают устранить к вечеру. В Тюменской области помощь понадобилась водителям. Тех, у кого глохли машины, обогревали в мобильных пунктах. Сломавшийся микроавтобус, который вез вахтовиков из Киргизии в Сургут, спасателям пришлось буксировать до автосервиса. В Свердловской области на трассе застрял москвич. По дороге в машине закончился бензин. Заправиться помог проезжавший мимо экипаж ДПС. На шоу сети, кому холода не страшны, самые стойки уральцы искупались в проруби. Ой, вода отличная. Температура тоже хорошая. Организм начинает работать. Тепло, комфортно. Ну и здорово. Но надеемся, что Морозы не помешают проведению чемпионата России по фигурному катанию. Он стартует сегодня в Челябинске и продлится до конца недели. На Южный Урал приехали 90 лучших спортсменов страны. Среди них призеры и чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Теки, как Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Петров, Елена Родионова, Евгения Медведева. А вот Липницкая не приедет, она повредила ногу. На масштабные спортивные события раскуплены почти все билеты. На ледовой арене «Трактор» зрители увидят короткие, произвольные программы и танцы на льду. По результатам турнира будет окончательно сформирована национальная сборная для участия в чемпионатах мира и Европы. Фойе «Ледовая арена» готова полностью к приему гостей. В одной локации мы будем предлагать ярмарку. В фойе будут проводиться различные мероприятия. Вся арена «Трактор» будет в волонтерах, это и спортивные волонтеры, которые помогают обеспечивать работу соревновательного процесса и тренировочного процесса тоже. Это и работа со зрителями. Сегодня профессиональный праздник отмечают люди, пожалуй, самой секретной профессии. Сотрудники ФСБ. Работников органов госбезопасности поздравил полупред президента Игорь Халманских. За высокий профессионализм и преданность делу сотрудники ФСБ получили благодарственные письма из рук уральского полупреда. Ветеранов и действующих работников органов Игорь Халманский поблагодарил за работу и пожелал дальше трудиться на благо Родины. Сегодня работники органов госбезопасности выполняют самый широкий круг задач. Именно работники этих структур ведут активную борьбу с терроризмом и экстремизмом и в целом обеспечивают национальную безопасность страны. Жители деревень и сел не останутся без интернета. Связисты продолжают прокладку в лаконно-оптических кабелей в отдаленных территориях уральского федерального округа. Накануне к работам приступили в Арсенском районе Свердловской области. Как мировая паутина приходила в село, понаблюдал Роман Марьяненко. Подвес провода на ЛЭП работа тонкая. Чтобы оптический кабель не порвался и не провис, его аккуратно натягивают специальной машиной. Электромонтер Евгений на языке профессионалов анкерит. Закрепляет линию волос, чтобы она прочно держалась на опоре. В день мужчина штурмует высоты по 10-20 раз, невзирая на мороз. Температура, конечно, прохладненькая, но когда работаешь, себя чувствуешь тепло и хорошо, на этом сильно не заморачиваешься. На буранах проходим, на вездеходах и так далее. То есть попадаются участки с болотами. Ну, вот такое все в основном. Ну и высота, соответственно. Это мы учимся тоже всему. Прокладывать телекоммуникационные линии по высоковольтным ЛЭП – это быстрый и экологически безопасный метод. Не требуется копать землю и вырубать деревья. При этом высокое напряжение и интернет друг другу никак не мешают. Электричество отключают только на период монтажа. Деревни и поселки в это время запитывают от резервных источников. Одна бригада за день может проложить одну строительную длину. Строительные длины бывают там от 3, даже от километра и до 8 километров. Вот тут, в частности, есть длины 5-6 километров. То есть монтируется за день. Молоконно-оптические кабели будут исправно служить не менее четверти века, обеспечивая местных жителей высокоскоростным интернетом. Уже в начале следующего года сельский интернет охватит в Артинском районе целых 12 населенных пунктов. Протяженность оптоволоконного кабеля составит целых 165 километров. На своем пути линия пересечет автомобильные дороги, а также несколько рек. Далеко не все операторы связи сегодня горят желанием проводить интернет в удаленные территории. Затрат много, населения мало. Но это не значит, что у жителей глубинки потребности меньше, чем у городских. Именно поэтому проект обустройства интернет-точек назвали устранением цифрового неравенства. Данная точка доступа – это основная задача, которая поставлена правительством перед Ростелекомом. Данные точки доступа дают возможность населению бесплатно пользоваться доступом к государственным порталам, к государственным услугам и к государственным сайтам. На территории Свердловской области это чуть более 2000 сайтов. На безлимитный интернет сельчане получат и спецтарифы. Это 45 рублей в месяц. В ближайшие годы связисты Ростелекома приведут мировую паутину еще в 1200 населенных пунктов Уральского федерального округа и Пермского окрая. Роман Мариаленко, Юрий Чернышев. День недели. Коротко о том, что еще произошло в Уральском федеральном округе. Как пожилых людей научить пользоваться планшетами, открыть в них творческую жилку и привить финансовую грамотность. Новые подходы к обучению пенсионеров обсудили в Екатеринбурге соцработники и педагоги. На базе медицинского колледжа прошел семинар, посвященный школам пожилого возраста. Они функционируют уже 5 лет, их посещают несколько тысяч слушателей. Опыт работы школ пожилого возраста может быть площадкой для воспитания будущего, для воспитания молодежи. В Югре медпомощь получили жители отдаленных районов. С открытием земника врачи узкого профиля провели прием в селах и поселках округа. Приехали терапевт, хирург, педиатр, гинеколог и невролог. Состав медрейда варьируется в зависимости от запросов населения и будет ежемесячным. Это очень хорошо, очень поддержно для нас, что уже в город нам не ездить. Мы всегда у нас такая возможность есть. Южноуральцы наконец переедут из ветхих бараков. Область направит около 300 миллионов рублей на покупку квартиры жителям, у которых есть на руках решение суда о переселении. Однако оно не исполнено. Таких больше 500 человек. Об этом уполномоченный по правам человека рассказал губернатору Борису Дубровскому. Впервые на следующий бюджетный год запланированы серьезные отчисления на реализацию решения вопроса по судебным решениям. Эти деньги позволят значительно ускорить решение этого вопроса. Губернатор Тюменской области дал сегодня итоговую пресс-конференцию. По словам Владимира Якушева, регион сохранил позитивные тенденции в развитии экономики. В следующем году будет завершено переселение людей из ветхого и аварийного жилья. Но придется экономить, в частности, на транспортной инфраструктуре. Также Владимир Якушев, отвечая на один из вопросов, рассказал о своем домашнем питомце. Сейчас у меня только собака, западно-сибирская лайка. Действительно, это так. Других питомцев у нас нет. Это любимец нашей семьи, можно сказать, уже член семьи. Спокойный парень, вполне дружелюбный, но очень любит, когда на меня кто-то начинает повышать голос. Тогда может укусить. На Ямал пришел теплый день. Там прошла акция по сбору новогодних подарков. Желающие приносили то, что попросили у Деда Мороза дети из малоимущих семей и детских домов. В топе детских желаний оказались игрушки. На теплый день откликнулись сотни ямальцев. Без подарков никто не остался. Желающие поучаствовать приходят со сладкими подарками. Потому что весь перечень, который был сформирован, был досрочно выбран. Это очень хорошо. И действительно, все муниципалитеты откликнулись. Очень активно откликнулись предпринимательское сообщество. Сейчас короткая реклама после ВИЧ-тестирования в Челябинске. Может ли ситуация с массовым травлением боярышникам повториться на Урале? И что россияне хотят получить на Новый год? Монетка с 19 по 25 декабря. Конфеты, молоко, жар, птицы, 180 граммов, 49,90. Узнайте больше на нашем сайте монетка.ру. Зачастую поход в муниципальную больницу – это целая история. Время потерянное в очередях, долгое ожидание результатов анализов и немногословные врачи. Решить проблему оперативного и качественного медицинского обслуживания сегодня способен многопрофильный медицинский центр – СМТ-клиника. СМТ-клиника – это мини-государство, которое имеет свою терапевтическую, диагностическую, лабораторную и хирургическую службы. В современном медицинском центре вообще в представлении, что сейчас такое, это, во-первых, качественно подготовленные специалисты, которые владеют современными методиками лечения. Это, скажем, оборудование, находящее на современном уровне. Наличие в СМТ-клинике специалистов разного профиля – это прекрасная возможность для экономии времени при прохождении комплексного обследования, транспортной комиссии или профосмотра. Собственная лаборатория, оснащенная современным диагностическим оборудованием, позволяет врачам получать точные результаты большинства показателей в день сдачи анализа. Я могу прийти в больницу и пройти сразу же нескольких врачей. Это все происходит быстро, качественно. Я записалась по телефону к врачу и прихожу на прием, и сразу же попадаю непосредственно на обследование. Обращение к специалисту вовремя и без ложного стеснения – это залог успешного лечения многих интимных проблем. Основными направлениями СМТ-клиники являются проктология, урология и гинекология. Доброжелательный и комплексный подход – уважительное отношение к каждому пациенту. СМТ-клиника – это комфорт, удобство и спокойствие. На прием в медицинский центр вы можете записаться по телефону в Екатеринбурге 272-03-00. Монетка. С 19 по 25 декабря. Колбаса вареная, докторская, черкизовская. 1 килограмм 149,90. Узнайте больше на нашем сайте монетка.ру. Это День недели. Сегодня вторник и мы продолжаем. Отправиться за покупками и сдать тест на ВИЧ. Южноуральцам предлагают пройти обследование всего за несколько минут. В Челябинской области на сегодняшний день каждый сотый житель ВИЧ инфицирован. О мерах профилактика сюжет наших челябинских коллег. Без талонов и очередей. Для того, чтобы пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, достаточно одной капли крови и не больше 15 минут ожидания. Мобильный пункт экспресс-тестирования открылся в торговом комплексе «Родник». Любой желающий может сдать анализ и почти моментально узнать свой ВИЧ-статус. Большинство посетителей магазина делают это практически не отрываясь от покупок. Например, Михаил пришел в магазин, а заодно решил проверить свое здоровье. Узнайте свое состояние, свое здоровье. Я практикую раз в полгода, абсолютно прохожу комиссию просто для себя. Хотя у меня нет много разных партнеров, я слежу за своей жизнью, но все равно я должен знать, в первую очередь я. Бесплатные анонимные обследования челябинцы проходят в отдельной кабине. Процедура тестирования довольно простая. При помощи специальной полоски и всего одной капли крови врачи проводят тест. С каждым пациентом работает психолог, а при необходимости дообследоваться отправляют к врачу-инфекционисту. Основная наша задача сейчас на экспресс-тестировании – это проинформировать, были ли рискованные ситуации у человека в его жизни, оценить вот эти риски и рассказать о том, что бывает инкубационный период, когда нужно обследоваться на ВИЧ-инфекцию, и рекомендуем всем обследоваться вместе с партнером. В преддверии праздников специалисты предупреждают, в состоянии алкогольного опьянения человек контролирует себя хуже, и риск заражения ВИЧ возрастает несколько раз. А вдруг вспыхнувшие чувства и необдуманные поступки могут стать роковой ошибкой. Не первый раз совместно с Центром СПИД и с Министерством здравоохранения Челябинской области проводим такие акции, как экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в людных местах нашего города. За время проведения акции обследования уже прошли несколько сотен челябинцев. Мы двигаемся дальше, и сейчас поговорим о другой социально-медицинской проблеме, о массовом отравлении боярышников на студии Дмитрий Чукреев, президент фонда гражданской безопасности. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Сейчас во всей стране обсуждают, конечно, эту трагедию, более 50 погибших. Но правы те, кто говорит, что ситуация может повториться в любом российском регионе, поскольку проблема актуальна для всех? К сожалению, проблема актуальна действительно для многих регионов нашей страны, потому что проблема этого боярышника реально колоссально развивается на всей территории нашей страны. И на Урале актуально? В Екатеринбурге и на Урале, к сожалению, могу сказать, что в каждом втором киоске можно купить так называемый лосьон, витосепт, либо настойку боярышника. И все это является не медицинским средством и не алкоголем, а реально обычная косметика, как указаны этикетки, как заявляют об этом изготовителям. То есть, получается, боярышник есть медицинский, который продается исключительно в аптеках, а есть косметический? Целево верно. Его можно, им можно везде торговать? Им можете торговать в любом киоске, в любое время дня и ночи, может купить хоть ребенок, хоть кто. В Иркутской как раз отравились таким медицинским боярышником, да? Отравились там, наоборот, не медицинским, а препаратом для добавления в ванну, сколько мне известно. И это аналог косметического средства, который продается и у нас. Но, как мне известно, что был подпольный завод, который производил аналог этой косметической продукции, которая производилась в другом городе. И туда попал очень некачественный спирт, а именно вот то вещество, которое сегодня имеется. И, к сожалению, произошла такая трагедия. Этот же спиртовой, я не знаю, там что-то, лосьон, да, боярышник? Его также могут произвести где-то в Екатеринбурге, в каком-то подвале? Или ситуация не настолько критичная, но в Уральском федеральном округе? На сегодняшний день пока информации о подпольных производствах такого боярышника в Екатеринбурге области пока информации такой не было. Есть ситуация по нелегальному алкоголю в принципе? Все возможно. Нелегально алкоголь есть. Вот сегодня, не так давно, сотрудники полиции совместно с нами пресекли деятельность подпольного завода. по изготовлению водки. Там разливали самопальное изделие, водка, разливали в бутылки и отправляли на реализацию. Еще не факт, что в этих бутылках безопасно или опасно алкоголь? Конечно, сейчас будет проводить экспертиза, и понятно, что было в бутылках. Что тогда делать с боярышником? Говорят, что нужно ужесточить, поменять правила продажи, совсем запретить. Вы как считаете? Я считаю, это закон требует тщательной проработки, потому что под косметикой у нас очень много попадает веществ. Это и одеколоны, это различные парфюмерные изделия, которые необходимы в подседневном пользовании. И вот под эту тонкую вещь подвели предприниматели, которые знают, в принципе, чем они занимаются. Они реально изготавливают вещество для того, чтобы люди употребляли его внутрь. И они об этом заявляют, и они знают про это. Хотя и на технике на этикетках пишут, что употребление внутрь запрещено и опасно для жизни. Хотя они понимают, что люди будут покупать это для того, чтобы пить. Вы считаете, что это все виноваты бизнесмены? Это огромные деньги, это колоссальный бизнес, на котором люди зарабатывают деньги. Конечно, люди знают. Не так давно проводили круглый стол, где один из руководителей, вот Бояроматов, который мы не допустили, в Екатеринске в Крыму области, он заявил, что если это не запрещено, значит разрешено. И пока не запретят, мы будем торговать. И пока это в рамках закона. Но люди отравятся, мы же их не заставляем это пить. И там же написано, что это? И там это написано, не надо пить. А они пьют. Люди сами виноваты. Ну, кстати, получается, права глава Роспотребнадзора, который говорит, что людей специально подсаживают на этот боярышник. Конечно, там присутствуют специальные добавки, которые вызывают, скорее всего, привыкание. И, соответственно, цена этого продукта настолько мизерная, что люди могут себе позволить совершенно разного достатка. Вот на рынках цена такого лосьона достигает от 6 до 11 рублей за один бутылек. На рынке? То есть торгуют на рынке? Ну, это же кошмар. На любом рынке, пожалуйста, можно приехать свободно купить данный лосьон, потому что по факту сейчас пока это не запрещено. Правоохранители ничего сделать не могут? Местные власти ничего сделать не могут? На сегодняшний день надо волевое решение федеральных властей. Вчера Дмитрий Анатольевич об этом заявил, что надо принимать исчерпывающие меры реагирования. Я уверен, что в ближайшее время законодатели издадут тот закон, который уберет эту гадость из нашей страны. Нужно приравнять к алкоголю все-таки, на ваш взгляд? На мой взгляд, все спиртосодержащие продукты надо приравнять к алкоголю и выдавать специальные акцизы. А вот непищевые вещества с содержанием спирта надо тоже подвести под акцизы и в большей степени вообще запретить это все. Это, например, что под пищевыми вы имеете в виду? Не пищевыми. А, не пищевыми. Не пищевыми. Это, например, не замерзайка, которую заливают автомобилисты. Ее тоже, по сути, можно пить. И люди ее пьют. Пить можно все, получается. Пить можно все, да. Но, к сожалению, от этого никто не застрахован. И люди сами, конечно же, решают, что делать и пить. Но государство просто не имеет права оставаться в стороне, когда видят, что целенаправленно население спаивает вот такой дрянью, как боярышни, как вот эти косметические лосьоны. Поэтому надо принимать меры немедленно. Вам, как общественнику, виднее сейчас количество рейдов, проверок. Вы, может быть, будете подключаться в связи с трагедией в Сибири? Ну, это у нас плановая работа. Мы это проводим в еженедельном режиме. Выезжаем в точек, где продается такой вот боярышник. Стройники полиции разводят руками. Но есть еще и некоторые моменты, когда продают чистый спирт в киосках. То есть, если спросить алкоголика, который вот это пьет, он выберет лучше чистый спирт купить, чем лосьон и настолько боярышника. То есть, приходит человек, говорит, я хочу боярышника, ему предлагают. Есть вот спирт. А есть спирт чистый, этиловый? Ну, это уже точно нелегальная продажа. Это нельзя боярышник. А есть боярышник, называемый лосьон. Он как бы легальный и разрешен. Но опять же хочется отметить, что продавцы стесняются продавать и не выставляют это все на витрину. И продают только тем, кто у них спрашивает. Это тоже достаточно серьезный шаг. Потому что в других регионах России, мне известно, что боярышник только продается в открытую, на полках, на витринах, стоит в киосках, где угодно. И открыт для клиентов. Получается, да, действительно масштабная проблема. И требуется все-таки ее решение на федеральном уровне. Спасибо, что пришли сегодня к студии. Напомню, что мы беседовали с Дмитрием Чукуреевым, президентом флота гражданской безопасности. Говорили мы о том, может ли ситуация с массовым отравлением боярышникам повторится на Урале. Ну, а далее наша программа продолжает новости экономики. Что россияне хотят получить на Новый год? Как челябинцы смогут приватизировать комнаты в общежитиях? И почему путешествия становятся доступнее? Здравствуйте. Здравствуйте. В студии Анастасия Горохова. И сейчас в новостях экономики подробнее. Итак, самым популярным новогодним подарком стали деньги. В преддверии праздников россияне в два раза увеличили количество переводов на карты друг друга. Эксперты отмечают, что связано это не только с повышением популярности пластика, но и с желанием людей оказать материальную поддержку близким. По подсчетам самих банков, в декабре на четверть выросла и средняя сумма денежных презентов на 10 тысяч рублей. Чиновникам ждать новогодних подарков не стоит. Минтрут разослал госслужащим письма, в которых еще раз напомнил, что им запрещено принимать в дар любые вещи. Исключение составляют лишь сувениры, которые вручают на официальных мероприятиях и служебных командировках. Но эти подарки оставить себе тоже нельзя. Они автоматически переходят в государственную собственность. Сюрпризы к Новому году готовит и единый портал госуслуг. В следующем году самые популярные электронные услуги должны подешеветь на 30%. Скидки распространятся, например, на оформление загранпаспорта и постановку автомобиля на учет. В январе на сайте также появятся новые функции. В Югре заработает сервис для родителей, который сам автоматически будет оформлять документы на ребенка. Мы хотим, чтобы житель округа не сам думал, а что там мне еще положено, какие-то, может, выплаты. Думал, что надо в сад бежать, ставить через портал госуслуг или непосредственно в департамент образования соответствующего муниципалитета. А мы хотим ему сами говорить, что вот ребенок родился, и давай вот тебе положено еще первое, второе, третье, четвертое. В Челябинской области посчитают жильцов общежитий. Перепись проведут, чтобы определить, какие семьи смогут приватизировать комнаты. Сейчас общежития принадлежат различным ведомствам, и перевести помещение в собственность люди не могут. И тем не менее губернатор Борис Дубровский поручил изучить ситуацию по каждому дому. И в конце начнем подводить итоги уходящего года. Российское небо в 2016-м стало доступнее. Билеты на самолеты в среднем подешевели на 10%, несмотря на инфляцию и колебания курсов валют. Снижение стало возможным во многом благодаря субсидированию некоторых направлений, например, Крыма и Дальнего Востока. Стабильными оказались цены и на популярные у туристов города – Сочи, Минеральные воды и Анапу. На этом о новостях экономики все. До свидания и удачи в делах.